Здравствуйте! В эфирной студии Эхо Москвы Алексей Навальный, политик, который вчера объявил о том, что он готов выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации на следующих президентских выборах. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Алексей Анатольевич, это что, фальстарт или это политический жест? За год до начала кампании вы выдвигаете свою кандидатуру? Это год и три месяца до выборов, и мы считаем, что сроки нас уже поджимают. Поэтому это не фальстарт, это объявление, которое мы сделали даже немножко позже, потому что перед нами стоят огромные не просто политические, но даже и организационные задачи для того, чтобы добиться регистрации, нужно собрать 300 тысяч подписей. Ни у кого нет сомнений, что нам эти подписи придется собирать честно, суперчестно. Это большая работа, нужно сделать в 40 регионах. Кроме того... Я вас прерву. То есть вы собираетесь выдвигаться как самовыдвиженец, а не от партии? Да, совершенно верно. Почему? Есть партии, которые вас готовы поддержать. Вот Парнас, например, уже объявил о вашей поддержке. И это легче выдвигаться? Почему вы решили выдвигаться как беспартийный, как самовыдвиженец? Мне важно выдвигаться от людей. Я претендую на то, чтобы, как я и говорил в своем обращении, стать голосом тех миллионов людей, которые не имеют политического представительства. Поэтому я хотел бы выдвигаться именно от людей. Пусть мне нужно будет собрать больше подписей, но это будут настоящие подписи, настоящие сторонники, которые, я надеюсь, не только дадут подпись, но и помогут мне в компании. Я сегодня, как вы знаете, в своем Твиттере опубликовал, или вчера, голосование о том, допустит ли вас Кремль до выборов. Да, нет. И вы проголосовали да. Это было видно. Почему? Почему вы считаете, что вас Кремль допустит? Потому что я считаю, что мы не должны вообще размышлять в другом формате. Допустит или не допустит, это означает уже какую-то незаконную систему. Такая странная особенность российских выборов. Мы думаем не о том, сколько бы голосов получить, а о том, как вообще сложно попасть в бюллетень. Поэтому я веду эту кампанию, я исхожу из того, что я буду принимать участие в выборах, буду в этом самом бюллетене, ни о чем другом я думать не хочу, потому что имею моральное, юридическое и политическое право участвовать в этих выборах. Алексей Навальный, в нашей студии мы вернемся к вопросу о моральности, о моральности, юридической, не юридической. Тем не менее, Алексей Анатольевич, когда я спросил вас про фальстарт, я имел в виду, что для того, чтобы выдвинуться президентом, должна быть объявлена кампания. По закону о выборах президента. Еще год до объявления. До объявления. Что вы хотите сделать за этот год? Зачем вам нужен этот год? Это одна из тех вещей, почему я вообще участвую в политике. Потому что я кардинальным образом не согласен с тем, что избирательные кампании в России ведутся, когда вот объявлены выборы. Остались последние 3-4 месяца, и все откуда-то вылезли и побежали искать избирателей. Политики должны делать что-то в межвыборный период. Компании большие должны начинаться за два года. Мы видели, в США сейчас кампания велась за два года, потому что это большая, огромная работа. И вот так вот. Я, честно говоря, не понимаю. Сейчас объявлено об участии в избирательной кампании уже нескольких людей, нескольких кандидатов от разных партий. Почему они ничего не делают? Вот у меня осталось год и три месяца. Это счастье для вас, что они ничего не делают? Это может быть счастье для меня, и это трагедия страны. Потому что все выборы российские, это даже не просто игра с запрограммированным результатом. Даже нарратив этой игры заранее известен. Давайте не будем употреблять слова, которые, может быть, один человек в нашей аудитории не поймет. В течение этой кампании традиционно, а, никто ничего не делает, б, проводятся дебаты, в которых никто не участвует и никто не смотрит, и ц, голосование, которое все решено. Я хотел бы, чтобы сам ход избирательной кампании имел важное политическое значение. Чтобы это была кампания о базовом выборе, который делают граждане. У меня кампания, моя программа с программой Кремля различается довольно сильно. Я считаю, что это базовый выбор, который я предлагаю людям и гражданам. Мы поговорим о вашей программе, еще и чем она отличается от Кремля. Я все время вспоминаю, как 4 года тому назад, хорошо, наша с вами знакомая Ксения Собчак, рассуждая о вас, а это был 19-й год, говорила о том, что Алексей Навальный представляется мне Путиным 2.0. Это Ксения Собчак? Нет, оглянувшись назад, вы понимаете, почему она, зная вас лучше, чем я, так сказала? Почему ей так показалось? Я думаю, что я знаю, потому что Ксения любит всякие экстравагантные бруски и высказывания. Мы недавно с ней обсуждали, и она понимает, что она была не права. Мне важнее, что она это понимает. Мы с ней на эту тему поговорим. Чем вы похожи на Путин? Вот смотрите, мне только что прислал Ирик из Уфы. Вы допускаете, что ваши идеи симпатичны Путину? Спрашивает Ирик из Уфы. И значительная часть тех вещей, которые я действительно собираюсь делать, Путин говорит вслух, но не реализовывает. Он говорит о том, что нужно дать больше свободы предпринимателям уже 17 лет. Он говорит о том, что нужно сократить вмешательство государства в экономику уже 17 лет, и оно только постоянно нарастает. Поэтому с точки зрения формальной риторики, Путин говорит разумные вещи. На разумных вещах построена и моя программа. И здесь есть такие совпадения чисто текстуальные. Но по сути, конечно, мы видим, что действует он только для того, чтобы укрепить свою личную власть и не отдавать эту личную власть никому и оставаться таким императором России пожизненно. С этим я категорически не согласен. И это одна из тех вещей, которые я хочу обсуждать на этих выборах. Мы поговорим об этом еще. Алексей Навальный у нас в студии. Алексей Анатольевич, есть еще одна идея, кроме фальстарта. Это история того самого процесса, который идет сейчас в Кирове. И по результатам которого вы снова, может быть, может быть лишены права избираться. И некоторые наблюдатели, помимо идеи фальстарта, говорили о том, что вы это сейчас сделали для того, чтобы взять практически суд в заложники. Принимая обвинительный приговор, они тем самым обвиняют сами себя в политике, в отстранении вас от избирательного процесса, ну и так далее. Алексей Анатольевич, я понимаю это. И что это я могу сказать? В течение последних пяти лет не было вообще, наверное, у меня такого дня, когда у меня не было того или иного судебного разбирательства. И что бы я ни делал, все такого рода наблюдатели говорили. Ну, он выпускает это расследование для того, чтобы с ним не могли сделать то или не могли сделать все. А поскольку власть фабрикует против меня уголовные дела бесконечно, эти дела бесконечно рассматриваются. Я могу сказать следующее, что объявление о старте кампании было запланировано некоторое время назад. До того, как был объявлен суд, мы выбрали приблизительный период, когда это будет заявлено. Сам этот суд для меня не имеет никакого значения. Объясняю. Объясняю. С того момента, когда Европейский суд по правам человека вынес решение, что приговор должен был быть отменен, я точно знал, что Верховный суд его отменит, я точно знал, что они отменят его образом самым для меня некомфортным, а именно отправят обратно в Киров, и это был только вопрос того, когда они это сделают. Поэтому я в графике своей жизни, своей деятельности точно не ориентируюсь на эти процессы. Я знаю, что они есть, я знаю, что они будут, потому что это тот инструментарий, который используется власть не только против меня, против любых людей, возбуждение уголовных дел. Так или иначе они будут идти. Если я всю свою деятельность буду планировать, исходя из вот этих каких-то процессов, то я вообще ничего сделать не смогу. Правильно ли я понял, что вы приняли решение объявить о своем выдвижении вне зависимости от этого суда, который идет в Кирове? Совершенно верно. Совершенно верно. После того, как Европейский суд по правам человека вынес решение, у меня появились уже гарантированные и юридические основания. Не просто моральные и политические, но и юридические. И поэтому с этого момента я знал точно, что я выйду на любые дебаты, на любую встречу с избирателями. И когда кто-то из толпы меня спросит, ты уголовник? Я скажу, что я выиграл суд у этой власти и доказал, что дело было сфабриковано. И это говорит о том, что у меня есть все права участвовать в компании. И тогда я и начал всерьез обсуждать это решение. То есть вы пока не уголовник? В юридическом смысле этого слова? Если спросят в толпе. Вот я вас спрашиваю из толпы корреспондентов, которые здесь в уголовнике. В юридическом смысле этого слова для российского права я не просто уголовник, а рецидивист. Потому что есть другие дела, по которым меня судили. Но право баллотироваться у меня есть. Алексей Анатольевич Навальный на студии. Мы сейчас прервемся на 3 минуты. Но я хотел бы передать те 200 вопросов Алексею Анатольевичу, которые пришли на наш сайт. Спасибо огромное. Сейчас на них ответить будет невозможно. На некоторые из них мы ответим. Но Алексей Анатольевич дал обещание ответить на большинство из них на своем и на нашем сайте. Мы пока прерываемся. Алексей Навальный у нас в студии. Еще раз здравствуйте. Алексей Анатольевич Навальный в студиях «Омосквы» и «РТВА». Программа «Особое мнение». Как я уже сказал, 200 вопросов, более 200 пришло на наш сайт. Алексей Анатольевич отобрал 6. Это его выбор. Я сейчас задам 3, а потом еще 3. Михаил из Санкт-Петербурга вас спрашивает. Какая участь ждет жуликов, воров и бандитов после вашей победы на президентских выборах в 2018 году? Честный и справедливый суд. Никакой компанищины. Они все должны быть судимы честным судом. Желательно судом присяжных. А вы к этому времени уже и судебную реформу проведете? Поскольку те самые судьи. Раз я говорю о честном суде, то, конечно, имеется в виду, что это будут суды после судебной реформы. Но провести часть реформы, которая связана с тем, чтобы сделать суд действительно независимым, не так и сложно. Судьи нужно освободить от диктата председателей судов, от назначения со стороны президента и от так называемых квалификационных коллегий. Это можно сделать. Кадры для судейских... Для судов у нас есть. Поэтому я не сомневаюсь в своей способности, вообще способности власти провести нормальную, качественную судебную реформу и создать суды, которые будут судить жуликов и нежуликов. Честно. Жуликов сажать, а нежуликов освобождать. А в этой связи как вы относитесь к идее, если я правильно понимаю, Михаила Борисовича Ходорковского о том, чтобы для того, чтобы передача власти прошла бескромно, им нужно просто дать войти? Кому им? Тем, кого вы подозреваете, что они жулики и воры. Я думаю, что это невозможно и это потеряет смысл. Что значит уйти? Это значит, они останутся на своих местах? Это одна из причин, почему не случилось демократии в 90-е годы. Потому что все те люди, которые совершали преступления, даже по действующему Советскому уголовному кодексу, они оказались совершенно безнаказны. Я считаю, что Путину и его семье должно быть гарантирована неприкосновенность и это должно быть важным условием транзита власти. Если он готов все-таки отказаться рано или поздно от власти, тогда должна быть гарантирована неприкосновенность. И исполнена эта неприкосновенность. Ну, должна ли она распространяться на Сеченых, Ротенбергов и так далее? Ну, конечно, нет. А зачем тогда нам вообще что-то менять, если мы хотим оставить этим людям их миллиарды незаконные и оставить на тех местах, где они будут продолжать контролировать экономику? Нет, просто на пенсию заберите. Знаете, как в Грузии гаишники. Заберите, уйдите, только сдайте оружие. Что значит на пенсию? Вот так было в Грузии, когда гаишников разгонял Саакашвили. Он сказал, так, оружие сдайте, и мы вам оставляем все. С гаишниками, с какими-то независимыми коррупционерами так можно сделать. Как вы это сделаете с человеком, который контролирует нефтяные компании, который контролирует инфраструктуру, который контролирует порты? Они контролируют экономику. Это все принадлежит им. Отнять и на пенсию или отправить на пенсию, так они будут управлять. Поэтому я и говорю, что отправить на пенсию людей, которые захватили всю экономику, невозможно. У нас по официальным данным государства, и, значит, конкретные чиновники, контролируют у нас уже 80% экономики. На практике больше. Никакой пенсии здесь не получится. Должна быть без компанейщины, без беспредела нормальные, честные процессы. То есть не иллюстрация? Иллюстрация предполагает наказание человека без вины. Просто вот вы были все чиновниками, мы вас всех накажем. Я говорю о другой вещи. То есть вы против иллюстрации? Я уточняю. Я за иллюстрацию. Но это другая вещь. Это не иллюстрация. Это привлечение к ответственности людей, которые нарушили действующий уголовный кодекс. Вот все те люди, которые, начиная от тех, кто сажает активистов по политическим статьям, и заканчивая тех, кто делает приватизацию так, как они делают, они нарушают действующий закон. И их по действующим законам нужно судить. Понятно. Алексей Навальный у нас в студии. Алексей Анатольевич, еще один вопрос из вами отобранных. Коля Сафронов вас спрашивает. О чем будет первый подписанный вами указ? Даже три скажу. Первое – освобождение всех политзаключенных. И это не просто какая-то правозащитная мера. Это мера, направленная на улучшение инвестиционного климата. Второе – внедрение закона о борьбе с незаконным обогащением. И третье – как раз старт судебной реформы. Потому что без судебной реформы ни одна другая реформа не состоится. Что вы будете делать с этой Государственной Думой, где конституционное большинство той партии, к которой вы приклеили метку ПЖВ? Должны быть объявлены перевыборы. Эта Дума избрана незаконно, по незаконным правилам. На выборы не были допущены важные игроки. Были совершены фальсификации достаточного масштаба, чтобы объявить перевыборы. При этом я не сомневаюсь, что в любой Думе будет оппозиция мне или любому другому президенту. И это нормально. Любой нормальный президент нуждается в сильной оппозиции. И задача как раз хорошего президента, который хочет хорошо управлять страной, создать в Думе парламентское большинство, чтобы, опираясь на него, путем компромиссов, возможно, даже каких-то непростых компромиссов, тем не менее, принимать нужные законы. Только так. Так работает демократия. Алексей Анатольевич Навальный у нас в студии. Тут в преддверии вашего визита к нам и нашего интервью очень часто вас сравнивают. Естественно, людям всегда хочется сравнивать с кем-то известным. Кто-то говорит, что вы похожи на Трампа в своей риторике. Кто-то говорит, что вы в своей программе и в риторике похожи на Сандерса. Кто-то вас на сайте, вот Елена, сравнивает вас с Гитлер Лайт. Но все говорят о том, что вы популист. Что для вас популизм? Как вы его понимаете? И согласны ли вы с тем, что вы популист? Я не понимаю, что такое популист в российской политологии. И вот эта широкая палитра, когда меня сравнивают с людьми абсолютно диаметральными противоположностями, как Сандерс и Трамп, говорит о том, что люди сами не очень хорошо понимают, о чем они говорят. Я действительно выдвигаю ряд идей, которые поддерживают большинство населения, которые требуют большинство населения. Почему-то в такой условно-политологической среде принято таких людей обзывать популистами. Я не стесняюсь ни одного своего приложения. От введения визового режима до повышения минимального размера оплаты труда. В этом нет никакого популизма. Это разумный мир. Вы больше Трамп или Сандерс? Вы больше правый или левый? Вы больше социал-демократ или вы больше либерал-консервант? Ну, Алексей Алексеевич, ну невозможно. Для нашей страны. Это все термины, которые вы назвали, они для нашей страны ничего не значат. Потому что российские либералы, как вы знаете, это американские республиканцы. Причем люди, которые в России называются либеральными экономистами, в американской, например, политологии, они считаются какими-то адскими ультраконсерваторами. Все в России с ног на голову. Эти все штампы неприменимы. Хорошо, Трамп требует возведения стены, вы требуете введения визового режима с нашей Мексикой. Это похоже? Это борьба с нелегальной иммиграцией путем запретов. В этом смысле, эта часть моей повестки, она действительно консервативная, она совпадает с республиканцами. Та часть повестки, которая касается, и это центральная часть моей программы, борьбы с неравенством, конечно, она больше совпадает с американскими демократами. Но те вещи, которые я говорю, они же не от того, что я увидел, о, какая классная штука в программе Трампа, давайте возьмем ее себе. Она идет от моего понимания тех проблем, которые есть в России. Я об этих проблемах и пишу. И я уверен, что моя программа, это программа большинства. Что, кстати говоря, показали нам фокус-группы. Ну, про фокус-группы мы еще поговорим. Еще один отобранный вами вопрос. Black V72, извините. Будете ли вы в случае победы на президентских выборах добиваться снижения президентского срока до 4 лет? Безусловно. Это важнейшая вещь. Должен быть снижен срок президентства до 4 лет, 6 лет – это безумие. Должно быть жесткое ограничение на 2 срока. Только таким образом, наконец-то, заработает нормальный транзит власти. 4 года поработал, если хорошо поработал, работаешь еще 4 года. 8 лет поработал – до свидания. Не может, даже самый прекрасный человек... Вы в 52 года уйдете на пенсию, если вы 8 лет поработаете. Если так случится, что в 2018 году меня изберут, я уйду на пенсию, но это же не означает, что жизнь моя закончится. Это нормально, когда человек стал президентом, ушел и занялся чем-то другим. Это работает в демократических странах, должно быть работать в России. А система, при которой у нас по 17 лет люди сидят, она неправильная. Любой человек испортится за 17 лет. Мы не видели такого никогда, чтобы человек сидел у власти больше 10 лет и не испортился. Это просто невозможно. Опыт человечества говорит об этом. И опыт России говорит об этом. Если Путин в 2002-2003 году, он еще делал какие-то вещи, в 99-м году, как мы знаем, Немцов шел на выборы с лозунгом Путина в президенты, то Путин 16-го года, 17-го, но это человек, который не думает ни о чем, кроме обогащения и удержания власти. Последний вопрос перед новостями. 30 секунд. Скажите, вот поддержка партии Парнас, для вас это благо или для вас это абуза? Для меня поддержка любых организаций политических, для меня, конечно, это благо, и я благодарен партии Парнасу за то, что они меня поддерживают, и любым людям я благодарен. Есть разные люди, люди в том числе с довольно резкими высказываниями, с которыми я абсолютно не согласен. Они меня поддерживают, и я хочу им сказать спасибо за поддержку. Это не означает, что я разделяю полностью их идеи, но я буду бороться за каждый голос. Алексей Анатольевич Навальный, гость нашей студии. Буквально через 4 минуты мы вернемся и продолжим по вашим вопросам. Пока на ихе новости. В студии Алексей Навальный мы продолжаем. Я оборвал вопрос Блэка 72, а на самом деле он вас спрашивает, вы определились с кандидатурой вашего премьер-министра? — Все кадровые назначения и конкретные фамилии будут звучать только когда будет финальная стадия кампании, я имею в виду уже юридическая, после регистрации. — Почему? — Потому что тогда будут дебаты, будет освещение, больше освещения, больше внимания, и это имеет смысл сделать тогда. Кампания всегда должна идти по нарастающей. На сегодняшний момент наша политическая, организационная задача — зарегистрироваться на этих выборах. — То есть не Ходорковский? — Любые фамилии будут звучать после регистрации. — И даже не являлся. — Алексей Алексеевич, мы много фамилий рассматриваем, все эти фамилии интересные, у меня нет никаких сомнений, что мы сформируем эффективную команду, которая будет управлять страной лучше, чем это происходит сейчас, и те показатели, финансо-экономические показатели, которые демонстрируют и правительство, и экономика, они ухудшаются с каждым годом. У нас уже третий, четвертый год падают реальные доходы населения. Вообще страна катится в экономическую катастрофу. И проблемы внутренней страны, они латаются вот такой неуклюже, латаются постоянными апелляциями к внешней повестке. Знаешь, когда невозможно ответить на вопрос, почему такие плохие дороги, они нам говорят про Пальмиру и Алеппо. У меня нет сомнений, что мы сформируем команду людей, которые будут управлять нормально. — Алексей Навальный в студии. Ну, раз вы пришли на внешнюю повестку дня, давайте вернемся к нашей с вами излюбленной теме. Крым. Что в вашей программе? Крым и Украина. Но отдельно Крым, отдельно Украина. Все-таки. — Наша программа направлена на то, чтобы... — Не-не-не, не в вашей программе, в случае программе вашей команды, в вашей программе, как кандидат к президенту. — Я понимаю. — Можете сказать «я», а не «мы». я уделил большое внимание в программе выходу из международной изоляции, потому что это крайне важная вещь для экономического роста, крайне важно для экономического роста снять санкции и так далее. Первая вещь, которую мы должны сделать для нормализации отношений, Россия должна сделать, и Россия сделает с президентом Навальным, это выполнение минских соглашений. Как раз одна из тех вещей, о которых мы говорили, Путин об этом говорит постоянно, но не выполняет. Минские соглашения должны быть выполнены, это будет первым шагом к тому, что с Россией начали снимать санкции. Что касается Крыма, не существует никакого другого варианта вообще начать решать эту проблему и что-то думать о ней, составлять дорожные карты, кроме проведения нормального референдума. Здесь моя позиция не изменилась. Значит, даем время всем агитировать сколько угодно, абсолютно честный свободный референдум, мы понимаем реальные воли и заявления жителей Крыма, после этого начинаем что-то делать. Однако же, в целом, относительно скорости решения крымской проблемы и вообще замирения с Украиной, я настроен скептически. Я считаю, что проблема Крыма не будет решена в десятилетия. Наши с вами внуки и правнуки будут сидеть и обсуждать, что же мы будем делать с Крымом. То же самое, что происходит с Северным Кипром, то же самое статус Иерусалима и так далее. Есть такие проблемы, которые какие-то политики нам оставили и которые решить быстро, эффективно и к взаимному удовольствию не представляется возможным. Я боюсь, что Крым, одна из таких проблем, что такая вот незаживающая рана и что реально нужно решить, это взаимоотношения с Украиной. Мы создали себе крупное, враждебное государство, огромное, с населением, в десятки миллионов человек. Вот здесь нужно действительно сделать многое, повторюсь, начать с выполнения немецких соглашений. Алексей Навальный, а вы не боитесь физически за себя, за семью? Спрашивают наши слушатели несколько таких вопросов из разных городов. Ну, скажем так, события последних лет и то, как они расследуются, нападение, убийство и так далее, мало добавляют мне какого-то удовольствия при размышлении на эти темы. Я реальный человек, я понимаю опасности, которые есть. Когда я сам, куда бы я ни поехал, сейчас постоянно меня какие-то преследуют люди, совершают какие-то мелкие нападения, и очевидно, что курирует их в этот момент полиция. Поэтому переход мелких нападений в формат крупных нападений, это же вещь такая, легко может случиться. Тем не менее, я не боюсь. Если бы я боялся, я бы не занимался тем, чем я занимаюсь. А чего вы не боитесь? Я ничего не боюсь, я считаю... Я боюсь того, что я когда-нибудь испугаюсь. И прежде чем выпустить разоблачение какое-то, я подумаю, а может не надо это делать, потому что что-то страшновато. Я боюсь, что настанет такой момент, и я сделаю все. И постараюсь всем доказать, что такого момента со мной не наступит никогда. А как отнеслась ваша семья к вашему решению? Потому что это же вызов. Это же вызов. Моя семья меня поддерживает, и я могу только еще раз сказать, что невозможно заниматься тем, чем я занимаюсь. И вообще, мне кажется, невозможно нормально заниматься политикой в стране, если твоя семья тебя не поддерживает. Это просто... Это катастрофа для любого человека. Как можно делать это, если ты приходишь домой, и твоя жена не говорит тебе, что ты молодец, и я поддерживаю в том, что ты разоблачил определенного человека, или что ты сказал. То есть если твоя жена, твоя семья не являются твоими единомышленниками, тогда тебе не нужно лезть в политику, потому что ты сначала там должен приобрести группу поддержки. Мой вопрос не просто так, потому что в свое время в этой студии вы говорили о том, что ваш брат практически в заложниках у власти, и, может быть, это не единственный заложник. Как вы относитесь, как вы будете собирать, решать проблему заложничества, если на это кто-то пойдет? Как ее можно решать? Не знаю. Я буду решать ее единственным способом. Обращаюсь к людям. Проблема заложничества, она же не связана только со мной. У нас есть проблема того, что в России огромное количество политзаключенных. Сейчас мы даже не знаем их имен. Они каждый день появляются, какие-то люди, которые поставили лайки под постами. Их арестовывают и сажают. Мы об этом даже не знаем. Про это уже даже пресса перестала писать. Слишком много этого. Поэтому я очень хочу, чтобы мой брат несправедливо осужденный и действительно взятый в заложники и вышел на свободу. Но проблему нужно решать вообще в целом. Проблему несправедливых судов, проблему политического режима, который терроризирует людей, захватывает их в заложники. Ну, у нас сейчас сидит в тюрьме человек, который ловил покемонов в церкви. Ну, это же просто безумие. И в этот же момент они выпускают под домашний арест или под залоги, под подпиской о невыезде чиновников, которые расхищают миллионы, полицейских, которые пытают кого-то, им дают условные сроки, но сажают людей за ловлю покемонов. Это катастрофа. Это политическая деградация. Вы человек, который склонен думать, что наказание в виде репрессии может исправить человеческую натуру? Конечно нет. Я считаю, что задача как раз пенитенциарной системы, уголовной системы исправления преступника. То, что происходит сейчас, это хватают людей, сажают в тюрьмы, из которых они выходят с закоренелыми преступниками, из которых они приходят больными туберкулезом и спидом и так далее. То есть сейчас пенитенциарная система, она плодит преступников, ломает им жизни, ломает их семьи, она не возвращает их в общество. Да, в тюрьмах безусловно... Скажем фамилию Дадин? Ну, например, Дадин. Ну, Дадин просто вопиющий пример. Человек, который подвергается пыткам просто-напросто. Ну, есть же огромное количество людей, которых похватали, ну, просто непонятно за что. Да, безусловно, они совершили какие-то мелкие кражи или поймали какого-то студента с незначительным количеством марихуаны. Безусловно, они совершили проступок. Ну, нужно ли ему за это дать пять лет? Сломать ему жизнь, чтобы он из тюрьмы вообще вышел с закоренелым преступником и всегда совершал преступление потом? В этом нет задачи государства. Алексей Анатольевич Навальный у нас в студии. Давайте теперь поговорим не о противниках, а о союзниках. Известно, что накануне выборов в Государственную Думу ушли длинные переговоры непарламентских партий, такой, скажем, более правой направленности, да, менее левой. Григорий Явлинский сказал о том, что он выдвинется. Я посмотрел результаты выборов в Москве по московским округам, где были ваш кандидат, поддержанный парнасом, я имею в виду Ляскин и Янкаускас, и где кандидат Яблоко. Всюду Яблоко в Москве, в этих двух округах, всюду, выигрывалось 12 на 8. 12% и 8%. Вы не собираетесь организовывать праймерис внутренней парламентской партии с Явлинским, чтобы понять, кто из вас действительно получит большую часть поддержки? Ну, во-первых, сравнивать результаты одномандатников в Государственную Думу просто не имеет смысла, потому что это очень разные люди. Сергей Митрохин замечательный политик, который свободно мог вести избирательную кампанию, и Ляскин, который уже 3 года с момента моей избирательной кампании находится под уголовным делом и не может даже из Москвы выехать, не может нормально работать. Что касается праймериса подходов, я всегда выступал за праймерис. Я вообще считаю... Между кем и кем, Алексей Натальевич? Я считаю, что сейчас важнее провести праймерис на оппозиционного кандидата в целом. Я бы хотел, чтобы были праймерис между, с участием коммунистов, ЛДПР и справедливой России. Мы должны выставить... Подождите, если ЛДПР, если господин Жириновский выиграет праймерис, вы готовы его поддержать? Если это будет действительно настоящий нормальный праймерис, конечно, если я буду участвовать в праймерис, я, естественно, буду соблюдать результат этих праймерисов. Значит ли это, что речь идет о Путине и не антипутинском, нельзя сказать, что Зюганов или... Речь идет о том, что все мы должны выдвинуть единого кандидата. Оппозиционного Путину. Оппозиционного Путину, потому что Путин является человеком, который захватил власть и не хочет ее отдавать, и хочет пожизненно ее иметь. И те политические силы, которые с этим не согласны, должны объединиться и попытаться выдвинуться единого кандидата. Если такие праймерисы будут организованы, я буду в них, конечно, участвовать и буду претендовать на победу и, надеюсь, стать таким кандидатом. Алексей Анатольевич, как вы видите механизм? Извините, ради бога, может быть, это не самый главный вопрос, но вот есть коммунисты, предположим, вы согласны. Почему, предположим, все согласились, немного фантазии, кто участвует, как голосовать, аппарат коммунистов, мобилизованный жириновцами, вы мобилизует их. Алексей Анатольевич, правильные вопросы. Механизм пока не ясен. Это же политические вопросы. Да-да-да, я поэтому и спрашиваю. В России никогда вообще не было праймерис. У нас единственные выборы, которые были похожи на выборы внутри оппозиции, это выборы в Координационный совет, про который можно сказать, что там были действительно выборы. Во всех остальных ситуациях. Так или иначе, все от праймерис уклоняются. И только вот один я бегаю несколько лет и говорю за праймерис. Я поэтому еще раз могу сказать, что я за праймерис. Я готов в них участвовать. Я буду претендовать на победу. От Уганова, Жириновского до Лимонова и Навального. Со всеми абсолютно. Я готов участвовать в любых праймерис. Если результатом этих праймерис будет выдвижение общего кандидата. Если я в этих праймерис не выиграю, я не умру от горя, а сделаю все для того, чтобы выигравший кандидат победил. «Ничего со мной не случится». Так и должна работать политика. Вы считаете, что президент Жириновский или Зуганов лучше, чем президент Путин? Я считаю, что сейчас любой из этих людей лучше, потому что это будет означать, что 44 года мы его, через 6 лет сейчас, мы его переизберем. Россия сейчас нуждается просто в ротации руководителей. Она нуждается в том, чтобы прервалась узурпация власти сейчас. Вот что нам нужно больше всего. Вот для этого и выборы и нужны. Я хочу об этом много говорить. Поэтому любой человек, господи, поменять Путина на Шойго, Медведева, Сечина, не знаю, кого я больше не люблю в правительстве, Сечина или Шувалова, и то было бы гораздо лучше. У вас 20 секунд, чтобы сказать что-то слушателям, о чем я не успел спросить вас. Итак, Алексей Навальный, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента России. Я, во-первых, хотел поблагодарить радиостанцию «Эх Москвы» за это приглашение. Уважаемые друзья, я иду на эти выборы серьезно. Это не игра, это не какая-то игра с элитами или не игра с уголовными делами. Это настоящие выборы. Я призываю вас вместе со мной участвовать в этой избирательной кампании. Я хотел бы быть вашим голосом в этой избирательной кампании. Я уверен, что при вашей поддержке мы сможем преодолеть и цензуру в СМИ, и клевету, и все остальное. Мы все сможем сделать. Алексей Навальный в студии «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» Продолжение следует...